МКУ, управление городского транспорта. Основная задача – контроль за работой общественного транспорта и оперативное информирование населения в случае, если на линии произошли изменения. Штат – 10 человек. Это после прошедшего сокращения. Но и работа этого коллектива вызывает ряд вопросов. Со стороны сотрудников инициатив по улучшению работы общественного транспорта не было, говорит Мухдин Чермит. А финансирование предприятий идет из бюджета города. Годовое ваше содержание – 7 с лишним миллионов. А вы приносите в бюджет края около 8 миллионов. В чем смысл? Денег нет, дисциплины нет, экономики нет. Еще раз повторяю, в чем смысл? Как-то вы замерзли в одном месте и не в состоянии сдвинуться ни вправо, ни влево. А бюджет края пополняется и за счет штрафов. Именно отдел управления городского транспорта использует три машины, которые оснащены комплексом фото-видеофиксации и нарушения правил стоянки транспорта. Видим знак 327, остановка запрещена. И можем включать камеру и снимать уже нарушителей. За полгода выписаны штрафы 3600 водителям. Хотя на дорогах в центре Сочи порядка с парковкой так достичь и не удалось. Функция – это ГИБДД и выполнять ее должны сотрудники полиции, считает первый заместитель главы города. А вот диспетчерской работой надо заниматься усиленно. Здесь 12 машин, которые движутся. Они находятся на линии, которые в данный момент именно в движении существуют. Остальные у нас перерывы на перерыве. Теперь, когда есть система ГЛОНАСС и видно, сколько на линии автобусов так называемых левых машин не должно появляться. По всем вопросам граждане могут обращаться на горячую линию по телефону 2-64-26-56. За последние полгода поступило 3780 звонков. Допустим, вот позвонил пассажир, говорит, вот нету на остановке, нету на такое-то время, допустим, автобуса. Вот мы смотрим по карте, был он, не был, раньше проехал. До 5 августа Управление городского транспорта получено разработать схему дальнейшей работы в системе муниципалитета. И уж никак предприятие не должно быть убыточным. Отчиталась о своей работе сегодня и МУП, Дирекция по финансированию работ по внедрению, строительству и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения. МОГДИН Чермиц сразу же обратил внимание на название учреждения из 11 слов. Порекомендовал ограничиться тремя словами МУП – Организация дорожного движения. Ну а проблема даже не в названии. Там кредиторская задолженность – 31 миллион рублей. Существуют проблемы и с налогами. Бездатное введение бухгалтерии. Это постановка своевременно в известность руководителя. Мы получили в результате проверки неуплату НДФЛ на 8 миллионов. Что прикажете делать? Но деятельность предприятия нужная. Установка знаков дорожного движения, их обслуживание, разметка пешеходных переходов. Одним словом, необходима программа по оздоровлению учреждения. Более того, после перезагрузки этот МУП займется и ремонтом городских дорог. Сделано за последнее время в Сочи многое для организации дорожного движения, для улучшения работы общественного транспорта и транспортной логистики в целом. Но время диктует совершенствоваться и дальше в этом направлении. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.